Мир Божий, братья и сестры, брат Владимир, я хочу представить вам сегодня моего сына Давида, ему 10 лет, он видел два сна восхищения церкви, поверьте, несмотря на то, что он еще в юных годах, он очень, можно сказать, соответствует имени Давида, он любит Господа, он молится по 2-3 часа в день, он уходит с нами на взрослые собрания, которые по 5 часов продолжаются, Господь ему чудно открывает, он крещен Духом Святым, мальчик, который действительно любит Бога, и я знаю, что ему говорит Бог, в том числе и через сны, поэтому прошу не соблазниться о том, что он еще в юных годах, но принят тот сон, который он расскажет, тем более он скажет два сна, в одном сне даже Бог его обличает. Второй сон уже непосредственно говорит уже за восхищение церкви. Пожалуйста. Мир Божий, Бог мне давал два сна. Первый сон мне приснился в 8 лет, а другой в 10. Первый сон начался с того, что вся наша семья едет в нашу церковь на служение, и наш Папа говорит нам, чтобы мы всегда были готовы. После сна я уже понимал, что это он говорил за восхищение церкви. И тут я выпадаю с машины, и я вижу, как дальше уже они уезжают без меня. И тут земля раскрывается, и оттуда идет огонь. И я вижу около меня люди, они такие все замученные, просят о помощи, и им, я так понимаю, очень плохо на земле. И сон дальше продолжается, и я в своем доме уже. И я понимаю, что когда будет восхищение церкви, то наш дом будет свободен, и его, конечно же, займут другие уже люди. И на этом закончился мой первый сон. После этого сна я был, рассказал моему отцу, и все эти значения я потом от него услышал. Да, я ему сказал, что смотри, значит, ты юный еще, но уже есть требования к тебе определенные. Тебе надо тоже жить свято, чисто, потому что, чтобы ты не остался, ты не относишься к тем деткам маленьким, которые, главное, чтобы они там верили. Моё мнение такое, что уже после где-то 7 лет уже ребенок частично тоже отвечает за свои действия. Понятно, уже после 18 лет это уже полностью взрослый человек, но в 8 лет уже мальчик отвечает за свои действия, может, не случайно показано, в 8 лет. В 9 еще больше, в 10 еще, в 11 еще. То есть я стою на той позиции, что взрослые, например, дети, да, они, если там очень серьезно согрешают и так далее, они могут остаться. То есть матюкаются, там кричат, ругаются, непослушны родителями и так далее. Особенно переходной возраст, там 13-14 лет, и да, ну, и просто родители верующие, они автоматически поднимаются с ним. Нет, я понимаю, что так не будет. Поэтому детям тоже должны быть какие-то требования. И вот этот сон, он как бы, это все соответствует вот этим словам, этому мнению, которое я выражаю. Давид, продолжай. После этого сна прошло уже где-то 2,5 года, и мне снится уже второй сон в 10 лет. Мы сидим, вся наша семья в нашей комнате. Там мы с отцом и братец и сестра сидим на диване. Наша мать одежду гладит. Дальше после вот этой ситуации я слышу звук труб. И тут у меня появляется очень такая радость, что наконец-то я закончила эту земную жизнь. Наконец-то я уже буду на небесах. И все такое. И тут я, как пауза произошла, и у меня такие мысли, что если вы жили свято, не грешили, то когда будет восхищение, у вас вообще не будет сомнений, что вы останетесь там, никакого страха не будет. Вы будете лишь рады, что наконец-то вы закончили эту земную жизнь. То есть в момент, значит, после труб, и когда начинается восхищение, восхищение, будет какая-то пауза несколько секунд, когда человек сможет почувствовать, ничего не изменить уже, не сможет ничего, но он может почувствовать, если он будет уверен, он будет такая уверена, что он подымется, значит, скорее всего, он подымется. Ну все, и дальше сон продолжается. И мы уже начинаем подниматься. Мы поднялись где-то на метр, и все, я увидел, как все мои братья, сестры, и мой отец с матерью уже были в белых таких светящихся одеждах, и все, и на этом сон закончился. Ты увидел, как мы изменились, были одеты в белую одежду, начали светиться и начали подыматься. И вот, когда уже поднялись на некоторые расстояния, сон закончился. То есть, как бы, этим показано, что все восхитились. Кого ты увидел? Вот кто, в первую очередь, ты увидел, кто там подымается как-то? Увидел всех, кто поднимается, но как бы, в каком порядке? Я увидел всех, но особо около меня был мой отец и мой брат. Он ближе всего был около меня. Да благословит вас Господь, братья, сестры. Готовьтесь, очень серьезно готовьтесь. Время очень близко. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин